Если компания не относится к субъекту малого предпринимательства, то в составе годовой отчетности она обязана сдавать не только балансы и отчеты о финансовых результатах, но и еще два отчета о движении денежных средств и об изменениях капитала. В этом уроке рассмотрим, откуда берет данные программы НИНС Бухгалтерия 8.3, чтобы заполнить строчки этих отчетов. Итак, начнем с отчета об изменениях капитала. Отчет об изменениях капитала отражает сведения о движении средств собственного капитала, величине нераспределенной прибыли или убытка и информацию об изменении количества и номинальной стоимости акций компании. Отчет об изменениях капитала является составной частью бухгалтерской отчетности, поэтому располагается в разделе отчеты, регламентированные отчеты и в составе бухгалтерской отчетности можем найти отчет об изменениях капитала. Отчет включает в себя следующие разделы. Первый раздел – движение капитала. Второй раздел – корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок. И третий раздел – чистые активы. Первый раздел содержит данные о густавном капитале, информацию о собственных акциях, выкупленных у акционеров, добавочный капитал, резервный капитал и нераспределенная прибыль, непокрытый убыток. Раздел номер один состоит из двух частей. В первой части отражаете показатели за прошлый год, во второй части аналогичные показатели за отчетный период. Раздел номер два заполняйте только в двух ситуациях. Первая – в отчетном году организация исправляла ошибки прошлых лет с использованием счета 84. Вторая – в отчетном году произошли изменения учетной политики. Ну и в разделе три – чистые активы приводите сведения о величине чистых активов на 31 декабря отчетного года и двух прошлых лет. Чтобы отследить алгоритм вычисления показателей, увидеть из какого стандартного отчета попадает сумма в отчет, нажмите кнопку «Расшифровать». То есть выделяем ячейку и нажимаем кнопку «Расшифровать». По аналогии с механизмом расшифровки других отчетов, то есть разбирали бухгалтерский баланс, отчеты о финансовых результатах, здесь механизм очень похож. Для примера выберем строчку 33.11, выделяем ячейку, кнопку «Расшифровать». У нас появляется строка 33.11 – чистая прибыль, расшифровка строки. Далее нужно посмотреть, по данным каких документов сформирована данная ячейка. Щелкаем двойной щелчок мыши на цифру, на ячейку. Открывается в нашем случае анализ счета или оборотно-сальдовая ведомость может быть. Затем мы проваливаемся далее и попадаем в отчет по проводкам или в карточку счета. И далее можем пройти вплоть до первичного документа. Это что касается отчета о изменении капитала. Следующий отчет – это отчет о движении денежных средств. В программе 1С Бухгалтерия 8.3 можно вести аналитический учет в разрезе статей движения денежных средств. Эти статьи являются дополнительной аналитикой для некоторых счетов. Например, счет номер 50, если мы откроем план счетов. Для счета 50 – это аналитика статьи движения денежных средств. И счет 51 – расчетные счета. Тоже у нас аналитика. Статьи движения денежных средств. Чтобы сформировать отчет, необходимо настроить статьи движения денежных средств в одноименном справочнике. Если ошибки в этом справочнике допущены, то могут возникнуть неточности в отчете о движении денежных средств. Итак, перед тем, как мы приступим к работе со справочником статей, необходимо сначала настроить план счетов, чтобы, собственно, появилась возможность указывать дополнительную аналитику в виде статей движения денежных средств. Для этого необходимо пройти в «Настройки параметров учета». Это раздел «Администрирование», «Параметры учета». Здесь необходимо выбрать «Настройку плана счетов». «Настройку плана счетов» – первый шаг. Далее переходим к «Настройке плана счетов» непосредственно. И здесь выбираем «Учет движения денежных средств». Это вот следующий шаг. Далее кликаем на гиперссылку, и у нас открывается непосредственно «Настройка учета движения денежных средств». И мы можем включить или отключить. Включена будет данная функция, будет включена по умолчанию. То есть «Учет движения денежных средств» по умолчанию ведется в том числе по аналитике по статьям «Движение денежных средств». Но можно ее выключить, соответственно, и отключить использование данной аналитики. И вот мы видим, что «Настройка управляет субконто на счетах 50, 51, 52, ну и так далее». Вот перечень счетов. Для того, чтобы иметь возможность вести учет по статьям «Движение денежных средств», должна быть включена еще и соответствующая функциональность. Напомню, это раздел «Главная». На закладке «Банк и касса», обращаю внимание, должен быть установлен флажок напротив статьи «Движение денег». То есть при включенной данной функции будет возможность вести учет в разрезе аналитики статьи «Движение денежных средств». Теперь, что касается справочника. Настройки справочника статьи «Движение денежных средств». Справочник располагается в разделе «Справочники». Собственно, справочник статьи «Движение денежных средств». Данный справочник заполнен уже по умолчанию разработчикам. То есть можете выбирать уже подготовленные статьи. Так статьи можно создавать самостоятельно, создавать новые элементы списка. Давайте рассмотрим элементы справочника статьи «Движение денежных средств». Особое внимание обращаю на значение реквизита «Использовать по умолчанию в операциях». То есть это значение соответствует значениям реквизита «Вид операции». То есть мы, в принципе, помните, что в документах списания с расчетного счета мы выбираем вид операции. Так вот, статьи «Движение денежных средств», то есть реквизит «Использовать по умолчанию в операциях», то есть мы привязываем наименование статьи к определенному виду операции в документах программы 1С. Мне, собственно, нужны для автоматической подстановки статьи ДДС в документ по поступлению или расходу денег. Ну и далее обращаю ваше внимание на вид движения. А вот это, собственно, наименование показателя формы «Отчет о движении денежных средств» в бухгалтерской отчетности. Список закрытый. Вот мы выбираем тот или иной вид движения. Наименование статьи мы можем указывать самостоятельно, то есть как нам будет удобно, как нам будет понятно. Вот, собственно, вот таким вот образом заполняется элемент справочника статьи «Движение денежных средств». Ну и теперь, собственно, непосредственно в документах списания или поступления на расчетный счет выбираем вид операции. То есть тут же к нам подтягивается необходимая статья расходов или статья доходов. И после проведения документов зарегистрированная оплата или списание попадает в состав. Ну, если, допустим, мы говорим про оплату, про поступление на расчетный счет оплаты от покупателей, то данная сумма попадет в строчку, строку 41.11, поступление от продажи продуктов, товаров, работ или услуг. Вот, собственно, в эту ячейку, в эту строку попадет зарегистрированная оплата от покупателя с выбранной статьей доходов. Ну и для статьи доходов должен быть в вид движения указан поступление от продажи продукции и товаров. В таком случае сумма, собственно, будет входить в состав итоговой суммы поступлений. Ну и расшифровать можно ее по аналогии, да, то есть выделяем ячейку и кликаем, выбираем кнопочку «Расшифровать», и у нас появится расшифровка данной суммы. Итак, из этого урока вы узнали, как с помощью универсальных инструментов можно проанализировать данные отчетов. В первом модуле рассмотрели отчет об изменениях капитала в программе «Иназбухгалтерия 8.3». Ну и теперь вы можете проверить, с помощью каких документов был сформирован отчет. Ну и при необходимости сделайте правки. Во втором модуле урока разобрали, как настроить данные «Иназбухгалтерия 8.3» для отчета о движении денежных средств. Ну и благодаря этим настройкам корректно сформируется отчет.